ПОДПИШИСЬ НА КАНАТКОМ ЯЗЫКЕ Видно нас так? Как мамаш? Наверно видно? Нормально? Э? Два буровые ловки. Обещал же, поеду туда. Вот съездим. Сейчас поднимемся на канатке. Посмотрим, чё это фигня. Кайфово тут жить, наверное. Ну короче, поднимайтесь тогда. А ты? Мы поехали с Мариной. Ну как там Марина засовываешь? Штрихходом вверх, наверное. Давай, оп. Билетки не теряем. Ой, так жарко. Сами, да? О, блядь, я по высоты боюсь. А ты, Марина, у меня жена не боится высоты. Я боюсь. Будем сейчас подниматься. Немножко стрёмно, конечно. Всегда стрёмно. Главное, что мама, короче, это не уронила. Телефон. Смотри, как она. Сколько? Когда мы здесь? Два года назад были здесь. Вот. Такое ощущение, ну не знаю, в России мне как-то стрёмно вещь на этих. Потому что не доверяю ничему. Вот так, в принципе, кайфово. Вон туда нам наверх ехать. Кузнечики. Кузнечики. Кузнечики везде у нас одинаковые. Кстати, нам не разрешили переходить на другую сторону этой канатки. Вот. Потому что там пожары. Я, конечно, постараюсь вам показать, что там на самом деле происходит и как всё это выглядит. Но мне кажется, там тупо, короче, выигрывают лес и они не хотят теперь это показывать. Я не знаю, что будет. Сейчас увидим всё. Вот. А пока мы вот поднимаемся наверх. Это примерно вот так вот всё выглядит. Для меня стрёмно. Здесь зимой спуски идут. Вот. Здесь на лыжах катаются, а летом здесь... На великах не вижу, чтобы кто-то спускался. Вот. Дыхашников нету, но хотелось бы их увидеть. Потому что... Все они крутые, ребята. Вон там мама у меня. Эфо, красотища. Что? Мне нравится. Как вам, скажите? Поэтому я всегда говорю, путешествуйте по России. Это не так дорого, как кажется. И всё возможно. Было бы желание, как говорится. Вот. Сейчас просто посмотрите вперёд. У меня на самом деле стрёмненько. Я боюсь высоты. Ну, уже не классно. Ну, уже не классно. Кайфово. Да не, не. Это просто... Это электричество, наверное, снизу идёт. А вот для велосипедов, видишь? Вот сверху не спускаешься. А это Красноярский край. Бобровый Лок. Отлично. Сейчас такой подъём будет резкий, короче. Вот. И... Ну, я очкую всю эту херню. Я просто очкую той фигне, которой я не управляю. Вот. И где, короче, от меня нифига не зависит. Вот. А всё зависит от этого, короче, всего остального. Поэтому я очкую. Тем более, в России всё, блядь, через жопу. Ха-ха-ха-ха. Ну, здесь падать невысоко. Максимум ноги сломаю. Ну, не знаю. Место высадки. Давай. Уф. Вас фотографировали. Фото повелили через 10 минут. Красиво. Ха-ха-ха. Фотки, фотки, фотки. А мы не убываем. По пятихатке. Да-да-да. Да-да-да. Не знаю. Видно во мне. Чё, я туда хочу. Ну, давай попробуем туда. Мне кажется, там уже сказали. Ну, будет закрыто. Территория заповедника на самом деле закрыта. Ну, блин, мы же русские. Ха-ха-ха. Осторожно медведи, кстати. И пройти и посмотреть на Красноярские столбы. Потому что они реально кайфовые. И красивые. Ну, это там был уже несколько раз. И вам советую, кстати. Сейчас. Сейчас. Дойдем. Покажу вам. Сейчас 30 кайфовая дорожка здесь. Во. Вон туда мы сейчас пойдем. Добрались мы до закрытого места. Правда, не мы, это не такие хитрые жопые. Вот. В России, а что? Вон там, походу, дымка от пожаров. Ну, честно скажу, особо не ощущается. Здесь. Сели Окей, ватсаб, бро Идем на посадку Да Уши даже не так падают Ну да, уши даже не так Чуть рано, да? А? Ну-ка, кто там еще с нами едет? Взялся, не надо Все, нагулялись Теперь мы поехали в деревню Я думаю, а не, мы сейчас по дороге заедем центровую площадку И там посмотрим Очень красивые виды на Енисейхе Приобретайте билетики недорого Поехали 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 Этот через сплошную поехал на себя моде березы стоят 334 там и вот они слетели июди завалила дорога сейчас углы нас завалить поэтому это все из-за дождей вы не бойтесь вот вы не заметите там сразу он быстро сразу топит он там поехали мы стали прям по дороге камаз пойдет и мы не проедем вот поймал и смотри стоять стоять покажи Субтитры сделал DimaTorzok